Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре очередные кроссовки от компании Adidas, а именно модель Ventice Climacool. Мы с вами видим, здесь есть маркировка Running, но как мы с вами знаем, здесь скорее больше это относится к силуэтам модели, нежели к их каких-то свойствам. Потому как рассматривать вот эти названия как прямое руководство к действию я бы не стал. И эти кроссовки не станут исключением. По размерной сетке здесь все идеально, за это отдельный респект компании Adidas. Они никогда не нарушают вот этих цифр, да, то есть если здесь написано 11,5 US, то это 11 US,5 US. Если стелька здесь есть 29,5 см, то она 29,5 см. Здесь все как в аптеке. Итак, друзья, компания Adidas выпустила потрясающую модель. Она идеально подойдет для эксплуатации в летнее время года. И причиной тому особенная технология Climacool. Технология Climacool не нова. Она используется уже очень давно. И используют ее в своей обуви не только компания Adidas, а живой пример, допустим, очень популярной в России обуви от компании Jaxx. Или Jaxx, как ее по-разному называют. Там плюс-минус подобная технология используется. Есть мембрана, которая в подошве имеет открытые отверстия. При этом она не пропускает влагу, а дает возможность циркулировать свежему воздуху, который будет просто потрясающе обдувать вашу ногу. И, конечно же, это актуально максимально в летней обуви, которая должна дышать. На самом деле, открою вам, друзья, секрет. Технология эта актуальна практически для любой обуви. За исключением, наверное, только зимней. Потому что эффект она дает потрясающий, и нога ваша совсем по-другому, в другом микроклимате находится. И здесь Adidas, конечно, он использует эту технологию по максимуму. Не знаю, сейчас с камеры видно, не видно, передает. То есть, вот видите, сетчатые материалы внутри. Это как раз мембрана, которая промокать не будет, но при этом будет пропускать максимум воздуха. По весу, друзья, у нас с вами 330 грамм. Отличный показатель для таких кроссовок. Не сказать, что пушинки, но это идеальная развесовка для летних кроссовок. Посмотрим с вами вентиляцию. И эти кроссовки у нас, друзья, буквально светятся насквозь. И это еще раз подтверждает, что это идеальный вариант для лета. За счет максимально широкой подошвы в этой части стабилизация просто потрясающая. Максимально комфортно. Вывернуть ногу, подвернуть в них практически невозможно. Это одна из самых стабильных пар обуви от компании Adidas. Без каких-либо технологий. Просто за счет максимально широченной подошвы. Для любителей оригинальность обуви сверять. Вот, пожалуйста, вам наклейка. Здесь смотрите QR-коды, номера. Со всем можно ознакомиться. Если будете приобретать аналогичную пару и вам покажется, что она не оригинальная. Вот, пожалуйста, можете сравнить. Сделанную в Индонезии вес 11,5 размер. Сама подошва здесь ничего интересного из себя не представляет. Здесь минимальное количество каких-то ламелей. Они по ощущениям... То есть, вот эта вот пена, она является и мицолом одновременно. То есть, такой же состав. Сами ламельки немножко другие. Более резиновый такой материал. Но я вам так скажу, ничего интересного у них нет. Зацеп будет минимальный. И вообще эта обувь как бы вот даже не на влажную походу. Потому что скользить она будет просто потрясающе. Но здесь есть другая особенность в подошве. Это максимальная ширина ее. То есть, вы их одеваете. Такое ощущение, что у вас копыта на ногах. Она максимально фиксирует вашу ногу. Вот эти вот наплывы не дают вам как-либо подвернуть ногу вправо или влево. То есть, фиксация здесь максимально вообще на запредельном уровне находится. Несмотря на то, что это по сути кроссовки-носки. Да, здесь есть масса усилений. Как вы видите, это такие вот прозрачные полупластиковые элементы. Они, конечно, созданы для того, чтобы зафиксировать вашу ногу. Но технологический каркас здесь такой очень слабенький. Да, это чулок, по сути, если так разобраться. Амортизация здесь находится достаточно на среднем уровне. Нет ощущения какого-то суперпереката. Но при этом они, опять же, максимально стабильны. Нет ощущения, что нога заваливается вправо или влево. В них будет максимально комфортно с любой пронацией абсолютно. В целом, компания Adidas сделала очень грамотный ход. Это одно из самых правильных решений, когда вы берете и обычный сетчатый материал. Хотя он здесь тоже, на самом деле, необычный. Внутри находится полностью прозрачная сетка. А сверху она покрыта. Не знаю, друзья, видно вам на камеру или нет. Это, знаете, как будто дополнительно она затянута еще одной, более слабой сеткой. Знаете, она, по ощущениям, она, безусловно, будет дышать. Но она пластиковая, друзья. Она пластиковая, плюс-минус, как такой же этот материал. Но при всем при этом дышат они идеально. Максимальное просто движение воздуха внутри самого кроссовка. И при этом он абсолютно стабилен. То есть, здесь нет загибов каких-то материалов. То есть, знаете, уникальная складывается ситуация, когда вроде кроссовки, которые созданы для того, чтобы максимально, скажем так, создать максимальный микроклимат для вашей ноги комфортный. А они сделаны из самых, скажем, не экологичных материалов. По сути, из пластика. Это вот нонсенс, друзья. И обычно вот такая обувь, она не дышит. Но здесь они пошли каким-то очень хитрым путем. И, ну, вы видели, когда я просвечивал фонарем. То есть, они дышат буквально со всех сторон. То есть, пластиковая сетка. Но при этом это, знаете, такой не глухой материал, а позволяющий дышать. И при этом он, собственно говоря, и удерживает каркас этих кроссовок. Значок просто три пластиковые линии. Они являются, скажем так, сковывают вот эти все пластиковые элементы. Наверное, не дают им, скажем, разорвать. Одним словом, значок здесь является также частью фиксации вашей стопы. Здесь вот такой вот еще один мощный пластиковый наплыв. Не знаю, он, наверное, какую-то функциональную роль здесь не носит. Но если только какой-то удар вам в пяточную часть сюда придется, что малая вероятность. Вот здесь вот даже какие-то небольшие повреждения уже есть. Хлястик, кстати, здесь такую уверенность за него без проблем можно снять. Короче, кроссовки, на мой взгляд, максимально вообще функциональны. На самом деле редко такое бывает, чтобы, казалось бы, какая-то полностью пластиковая обувь вызывала такие положительные эмоции. Единственное, что здесь какая-то очень маркая пена. Она сверху как будто какая-то глянцевая. Вот на ней, видите, черкаши всякие остаются. То есть, ну, она в любом случае, белая пена является далеко не самой, скажем так, не маркой. А здесь это как бы усугубляется. Что мне нравится, язычок сделан из абсолютно такого же материала, как и верхняя часть. И это максимально будет, опять же, комфортно для вас. То есть, он будет также продуваться. Шнурки базовые. То есть, ничего такого тут интересного нет. А что касается вот стельки, друзья. Сейчас мы ее выруем. Они, как всегда, наглохо ее приклеивают. Для чего это делается, мне непонятно. Но вот здесь, друзья, вы можете видеть, она полностью перфорирована. Сделана из вторичного сырья, то есть, из переработанного. Ну, вот в основе лежит эта технология ClimaCool. И, естественно, сетка, мало того, что она должна сама по себе идеально дышать, но она еще должна быть максимум перфорирована. Давайте посмотрим, что у нас тут внутри. О, друзья, вот это бомба. Да, смотрите. Вот она. Вот она технология ClimaCool. То есть, это полностью, фактически, сквозные отверстия у нас здесь. Видите? Но, знаете, друзья, вот что я сейчас могу видеть. Я, честно говоря, как обладатель обуви Geox, один раз даже ее как бы вскрывал и видел, что там находится мембрана. Здесь, друзья, я никакой мембраны не вижу. Это просто абсолютно полое отверстие. Сетка какая-то находится между ними. Ну, то есть, если влага туда попадет, я боюсь, что кроме, собственно, стельки остановить ее будет нечему. Вот здесь возникает вопрос. То ли это обувь в целом не предназначена для эксплуатации с влагой, да, с какой-то. То ли, возможно, стелька каким-то образом должна ее задержать, может быть, в стельке сама мембрана. Короче, друзья, у кого есть какие-то соображения по этому вопросу, напишите, пожалуйста. Я был вот на буквально 90% уверен, что там стоит мембрана. И у меня был опыт, я разбирал вот подобную же такую модель с технологией ClimaCool. Там стояла мембрана. Единственное, она была не летняя. Здесь, может быть, в силу того, что производитель понимает, что, наверное, такую обувь по определению не будут в дождливую погоду эксплуатировать. Но всякое бывает. И получается, если вы попадете в дождь, вот эти все внутренности... Хотя, знаете, я сейчас так вот подумал, сценарий, да, какой может быть. Вот вы идете в такую обувь, попадаете под летний, естественно, какой-то дождь. Пусть даже сильный. Кроссовки у вас насквозь. Ну, на самом деле, какая разница, есть здесь дырки, нет здесь дырок. В любом случае, вот этот материал, вот это все сверху, это с максимальной скоростью промокнет. Поэтому, наверное, отсутствие здесь мембрана не так критично. Но при этом у вас нога будет максимально дышать. Ну, ладно, да не суть. На самом деле, друзья, вот мы с вами убедились в том, что технология ClimaCool, она реально рабочая. Причем, обратите внимание, я вот только сейчас стал на это обращать внимание, здесь же у нас тоже полые отверстия. То есть, мало того, что при ходьбе забрало эти будут качать воздух, так еще и с боковой. То есть, при боковых движениях она отсюда будет заходить. Ну, на самом деле, респект компании Adidas, мне кажется, они вот такую обувь выпускают. Я вот ее одел, мне было максимально комфортно. И летом я думаю, что вот для меня эта модель одна из самых интересных. У меня есть Duramo SL, которую я эксплуатирую летом. Ну, вот я бы с удовольствием вот на эту модельку бы поменял. Так, посмотрим с вами макро-видео, как сделана обувь. Давайте посмотрим, вот видите, опа. Вот это, кстати, относится к этим потрясающим ламелям. Да, вот видите, в носочной части очень некачественно они приклеены. Но это, конечно, не проблема, можно и самим это подклеить. Я думаю, никуда не денется. Но вообще, они мне сразу эти ламели какой-то негатив какой-то вызывали. Вот видите, пена, она такая очень маркая будет. Она одновременно пористая и при этом гладкая. Но на белом следов клея практически не видно. Качество хорошее. Верхняя часть вообще, как по мне, сделана максимально аутентична. Вот стараюсь вам передать рельеф вот этой вот сетке, чтобы вы понимали, как она сделана. Вот мне кажется, даже здесь вот удается. В остальном, качественная, достойная обувь. Тут что, Adidas делает все как часы. Вот так вот. А вот. А вот. Продолжение следует...